я могу привести пример прихожу в праксис и там стулья стул я сажусь и мне в нем больно сидеть представляешь насколько я потом себя начала вот эти мысли крутить то есть я не то что я не подхожу уже в этот стул а дальше что будет я не смогу потом сесть потому что сейчас я в него еще вошла в этот стул а следующий раз я приду я же не знаю сколько еще прибавится я просто не смогу сесть я буду стоять а стоять у меня нога болит например да то есть неизвестно сколько можно провести в в комнате ожидания да пока ждешь врача или тут же другой и вот этот стук меня просто натолкнул к тому что хватит ждать хватит сама 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 меня ничего не получилось у самой просто не нужна была поддержка прям помощь я видела твои истории всегда звала приглашала что это все работает это все налаживается это твое вложение в это его чувствуешь прям видно ты разбираешь много историй ты разбираешь продукты прям все раз раз а мне как будто раньше все это мимо ушей пролетало вот я смотрю наблюдаю классно все супер красивая девушка так все все красиво рассказывает добрый голос такой милый ты понимаешь она раз и обратно выходит потому что я знала вот что-то другое и вот зачастую так и бывает у людей они они не понимают что когда ты заходишь в новое что-то нужно это все убрать вот вот мы с тобой разговаривали даже уже не могу вспомнить какая у меня была порция какая какую еду я ела хотя до удалить вот да все и действительно она она мне сейчас помогает если бы я этого не сделала вот когда распечатала листы которые ты мне выслала 35 страниц это самая на ценнейшая сейчас книга в моей жизни да по которой я учусь по которой которым всегда каждый день и несколько раз я обращаюсь до за рецептами за еще раз просмотреть продукты замена вот еще раз прочитать начало тоже не мешает ни один раз и знаешь я действительно вот то убрала и вот живу по этой книге мне очень легко я думала что четыре раза в день я не смогу не смогу кушать нет я могу и это приятно это вкусно и в рецепт вообще классный обалденный а смотри ты снизила вес после второго ребенка вот по этой системе да тебе она подходила все какой-то период даже ты удерживала и после первого после первого после первого да а потом вторая беременность и следом почти произошла и третья беременность то есть разрыв в возрасте ребенка младших детей полтора года меньше даже даже еще меньше чем полтора и конечно же тот вес которым я была и после второго не успела нет я немножко скинула потому что грудью кормила немножко скинула потому что я системы там пыталась внедрить снова в свою жизнь не всегда все получалось потому что вот как-то вот не всегда получалось примут взять и ровно тогда я взяла марафоны от системы сила марафон и прошла их не совсем первый марафон хорошо прошла был ответ хороший потом думаю надо следом еще один взять там был прям такой курс как ухаживать за телом как приводить себя внутренне мозги в порядок тоже отдавал этот советы и мне просто и почему-то не хватило вот на это дыхание я сейчас не могу сказать в чем дело может быть я больше отвлекалась уже на детей не могла на себе сконцентрироваться и старший требовал внимания но это дети да то есть здесь поговорить спросить как дела но это это нормальные вещи я считаю спросить как дела если какие то есть проблемы нужно срешить их чтобы не запускать естественно домашние дела их никто не отменяет я тогда не работала и все равно вот вот это вот нехватка времени на себя даже с двумя детьми она она была движение в принципе движение у меня было всегда я такая энергичная я не очень люблю сидеть на месте но начались проблемы почему-то у меня у меня с детства варикозное расширение вен и здесь вот у меня пошла с правой ногой что мне пришлось делать операцию мы делали операцию тоже восстановление она просто быстро прошло но через несколько лет мне пришлось снова делать операцию на ту же самую правую ногу это уже было когда вес вырос когда был там большой вот это начались получается еще и осложнения да осложнения были на вены да и это я думаю что это обуславливалась ну лишним весом и давлением лишнего веса да мне так и говорили девушка вам нужно похудеть вам вы сбросите вес вам будет легче сбросите вес это ли так легко сказано просто вообще такие легкие слова но это очень тяжело сделать сколько был вес после второго ребенка у меня зафиксирован тоже в книжке матери до когда мы пришли с новостью что у нас новый будет ребенок естественно гинеколог все это фиксировал и вот третья беременность третья беременность осталась неожиданно для нас мы не совсем это так прям планировали что так раз и быстро но господь бог дал нам ребенка мы были очень счастливы родился у меня третий мальчик и вес у меня был ну я скажу большой потому что это реально был большой вес конечно мне в этом этапе было очень тяжело нет столько у меня желание двигаться мне казалось что я должна под все максимальное свое энергию свой свой все себя подарить этим то есть о себе я совсем не думала что они там тебе нужно пробежаться или там пройтись хотя бы очень мало уделяла себе вот времени на отдых я это всех себя так сильно загнала сейчас плакать буду загнала потому что это ну часто так происходит когда вот здесь сейчас есть режим он есть если этого режима не было то вот она к этому все и шло про спирали я могу тоже сказать что после этого спираль поставили 3 до после третьего ребенка поставила спираль она гормональная гинеколога а вес изменился вот до 100 момент да да и я когда-то раньше пробовала пили но против зачаточные 1000 совсем когда юная была и они мне тоже не подошли вес начал сразу же расти я прям понимала что и о о не в месяц а у меня у то есть я по обещал это очень сильно видела уже я сказала нет я не хочу так ну то есть мы нашли другие варианты когда поставила я уже в германии поставила спираль мне мне говорили она гормональная возможно возможно произойдут какие-то изменения пришла и когда на прием через полгода на контроль я ну пожаловалась своему гинекологу о том что извините вот меня вот такой вот вес вам прям вот растет связано ли это она мне проверила и сказала у вас очень замечательно там как говорится спиралька очень хорошо сидит и ну попробуйте похудеть другим каким-то способом не вытаскивая спираль но якобы она не влияет я понимаю что это я-то понимаю что да она сыграла очень большую роль потому как сколько гормонов она несет я тоже не знаю вот и не хочу на нее все списывать потому что правда был безобразный образ жизни здесь комплекс и все вместе да я тоже так думаю сыграла роль и после третьего ты вот я пыталась видеть ему четыре года за четыре года по-любому же были попытки были до 5 систему больше который ты уже знаю которую я знаю да которая работала которая приносила результаты и радовала мне когда-то но ничего не получилось 4 года ничего не получилось я похудела на несколько килограмм это потому что я уже просто вечером перестала есть у меня началась ижога у меня не совсем все в порядке с желудком вот поэтому я сейчас на контроль пойду это будет следующем месяце хочу проверить желудок потому что ижог ужасно я могу так сказать она накапливается как снежный колонок то там вылезет то там вылезет то есть но я понимаю что это наработано было с годами и вот она сейчас как букет распускается всякие болячки выходят а знаешь тоже очень интересно мне кажется что многим отозовется вот вот эти вот четыре года вот как ты пробовала насколько тебя хватало почему ты сходила с дистанцией потому что я уверена что многие сейчас у тебя узнают что я не тоже знают какую-то систему которая в их жизни сработала но вот моей жизни когда заработала гречневая диета вот но я смогла только один раз в жизни ее использовать после этого я очень сильно сорвалась и потом у меня такая сильная но пришла знаешь как сказать отвращение гречки я ее не ела 12 лет я просто вообще запах гречки не было просто плохо хотя я понимаю что это же срабатывало то есть это работало моей жизни вот у тебя насколько тебя хватало почему сходила с дистанцией просто вот этот момент просто это покажет почему диеты которые мы когда-то использовали не работают ну во первых это не систематическая кушала то есть не 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 было системы система она была я ее неправильно соблюдала каким образом был вино например я очень люблю вино сесть в компании там или с девчонками или просто гости придут и вот кто что выпивает я люблю это момент расслабления да но посиделки вот такие вот они они тоже они бывают у каждого мне кажется в жизни есть конечно люди которые не принимают алкоголь вообще но есть многие которые принимают алкоголь и в диетах например разрешалось вино красное сухое сейчас идет белое сухое мне больше конечно по нраву было белое вино и потом ты просто выпиваешь нужно как бы бокальчик с маленьким кусочком сыра можно разбавить водичкой этот богатик чтобы его было больше знаешь она потом без воды и сыр и что-то другое идет и идет идет и потому что потом теряется контроль абсолютно теряется контроль и мы тоже знать об этом очень часто говорим я рассказываю это на эфирах и она на обучениях наших о том что вот первая причина по которой не нужно там пить алкоголь во время снижения веса это как раз то что моментально отключается центр контроля и дает аппетит то даже вот в ресторане подают на аперитив то бокал вина и ты прям этот аппетит еще больше подогреваем то есть и когда тебе приносит еду ты прям с удовольствием то же самое происходит здесь многие думают наоборот и сейчас чуть-чуть выпьем чтобы там господи там 50 калорий дело не в 50 калориях а в том что после этого этих пол бокала действительно ты уже тебе все равно ты думаешь завтра начнем новую жизнь да ты все переложила на завтра она сегодня я ладно расслаблюсь а сегодня я в принципе могу ну раз я уже выпила больше бокала я все равно нарушила ну ладно я еще там пойду бокальчик налью свечом посижу с мужем поболтаем дом вот так вот или там если это уже компания ну ладно и все и понеслась и там понеслась боже мой салатик доедаешь последний как будто день последний салатик ну как же с продукты будут пропадать на за что что можно до есть и таким образом понимаешь она завтра 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 встаешь утром можно все моя история утром можно все опять начинаешь ты вечером себе позволил больше ты утром встал все можно обед более-менее сохранил а вечер опять ну ладно у меня что там я все равно переела у меня вот потом вот так я сама изменила систему которая в принципе наверное она мне подходила она была хорошая наверное и работает дальше может кого-то но у меня она перестала работать у меня смешалась и может быть уже и не было столько и силы и воли вот этого тоже со временем потерялась и силы и воли но мне нужно просто были вот такие живые рукавицы а почему сейчас решилась тут смотри мы с тобой еще год назад познакомились встретились с тобой возле школы ты помогла мне решать вопросы ты знаешь почему не тогда я кстати даже даже не смелилась ничего предлагать я знаю что человеку нужно созреть вот то что ты говоришь спасибо тебе я ну как бы пролетала ты говоришь как ты все хорошо рассказываешь все красиво но вот она как будто пролетает мимо есть очень интересное такое психологи разделили на этапы психологические этапы состояния человека которому который хочет какие-то изменения и вот первый у него этап то почему ты ему нужно худеть он вообще не готов он не видит проблемы так и называется что он не видит проблем проблем нет ему могут все вокруг говорить тебе нужно похудеть будут врачи говорить и близкие будут говорить и посмотри на себя и куда-то себя довел и он такой вообще хорошего человека должно быть да да когда ты я тоже так пользовалась это живем один раз вообще чего от меня хотите моя жизнь мое дело так как мое тело мое тело да и вот это вот полностью никто ничего не слышит просто не хочется даже воспринимать информацию и даже скажу что я запрещаю вот нашим тем кто у нас выпускникам да они стараются силой перетащить маму сестру бабушку мужа это всегда заканчивается плохо это всегда заканчивается тем что человек через неделю просто видать свидание и все папы я я не хочу потому что его притащили у меня сам пришел для невозможность для человека насильно счастливым второй этап это когда человек начинает искать он такой понимает а проблема есть все таки да действительно к выросом стул не подошел на врач что рассказал там у тебя нога болит и ты понимаешь это тоже вес и до тебя доходит что до нужно действовать и он начинает искать он в поисках вот так надо вот эту систему попробовать надо вот эту систему но он не пробует ничего он пока только ищет он ходит и вот этот этап затягивается еще очень на долгий период не застревают много лет в нем потому что они в поисках и у них знаешь такое в голове я вроде бы как но я это действую я не вижу я ищу но но ты еще ничего не делаешь до вечер но ничего не делаешь и вот третий этап это действие и вот между вот этим вот поиском что мне делать и с кем не достигать своих результатов и действием вот тут вот есть какая-то . x то есть когда ты понимаешь все я больше ничего не ищу все нельзя я должен начать не то что там завтра а сейчас вот прям сейчас я хочу сейчас начать но это . x у всех вот разная у тебя какая-то была . когда ты вот поняла все больше нельзя ждать думать пробовать систему еще четыре года но вот тогда когда я пришла когда я тебе позвонила я пришла с праксиса это был стул на который я в очередной раз да не смогла сесть мне прибыло больно мне прям бока очень было больно люди сидят а мне не комфортно сидят посмотрел так вокруг меня в принципе более-менее стройные люди да то есть все равно замечаю были полные и именно верно тоже я так по духу тоже наверно не комфортно но опять же начала искать виноватых почему они такие стулья поставили здесь здесь люди в разных комплекциях приходят от них такие прям узкие стулья поставили ну короче я еще виноватых искала но в итоге в итоге шла когда домой и понимала ехала на машине и понимаю что они все тупик и вот этот щелчок произошел я приехала я позвонила тебе вот здесь вот села на диван у меня прям слезы такие крокодили были я успокоилась позвонил тебе потому что я уже понимала что нет я сама не справляюсь система в моем случае сейчас не работает куча болячек пожалуйста тоже вылазит просто мне нужно сопровождение профессионала который мне вот как как у час у нас получилось у меня есть режим это очень важно я с это это нет стресса я не придумываю ничего она все вот уже как говорится на влечке за голубой каем очкой все рецепты очень интересная просмотрела мне я выбрала вечером что я буду завтра кушать я уже все алиске plant да то есть я спланировала и я я вообще такой человек который я я люблю планировать что будет завтра что я буду делать как мне организовать мою семью какие у нас есть встречи какие у сколько у меня свободного времени есть и сейчас вот именно в в твоей программе я нахожу время на себя у меня организованы дети я не понимаю каким волшебным образом но я все успеваю и это очень это очень ценно это круто почему я не могла этого раньше сделать сама потому что мне не было такой поддержки мне не было как сказать книги вот этой вот волшебность которой сейчас живу который я распечатал кто-то мне дала я распечатала все все встала на свои места все идеально я радуюсь я улыбаюсь я больше как-то я не знаю я теряю вес это вообще круто я его вижу что он постоянно уходит его мое это причем я сразу скажу я не делаю больших нагрузок на физических да то есть я сейчас сосредоточен на питание хочу изучить рецепты которые я могу сделать сразу я сейчас пробую пока делать небольшое количество знаешь почему потому что я не знаю понравится мне или нет будет ли он вкусный а а он вкусный я уже понимаю что да я вот эту печень могу сделать побольше вчера кушал со мной мой сын старшим углом так вкусно ты чё это но по новому готовишь а я улыбаюсь а ему зашло и я улыбаюсь я куда сынок меня новая книга рецептов и это правда вкусно знаешь вот тогда и произошел вот этот вот толчок для того чтобы аня хватит ты себя ты себя загоняешь мой внутренний диалог самой собой был так что остановись подумай ты нужна своим детям ты хочешь увидеть как они вырастут ты хочешь увидеть внуков пожить подольше на этом свете потому что с тем что я себя чувствовал у меня пульс в ушах у меня вот это вот нет меня потрясывает иногда вот это вот то что я не бывает там не знаю просто состояние загнанной лошади я не знаю как сказать так и есть пыталась еще немножко бизнесом заняться это тоже очень много рекомендуешь вот эти рекомендации вот еще этот важный момент да я не работаю уже шесть лет я это постоянно просто то что делает женщина это семь восемь профессии даже находясь дома стыдно да когда девочки то балахоны начинаешь на себя уже когда ты идешь выбирать вещи и смотришь а у тебя там два excel 3 excel конечно я знаю что есть вещи для полных людей и можно подобрать лук и все все будет прекрасно а похудеет будет только топики на сети я мечтаю о топиках я когда-то их носила вот у меня правда есть когда мы соединим принципы здорового рациона и здорового образа жизни потому что это такая небольшая одушина где я могу спуститься вниз в доме да у меня есть комната внизу я спустилась вниз я поработала немножко отдохнула